всем привет сейчас сидела вязала и такая смотрю что-то потемнело и выглянула в окошко а тут идет дождь и посмотрите какое черное находит а там вон еще все белое солнечно было сегодня 21 число время сейчас 3 часа и сегодня день вижу весь день с утра встала думаю сейчас что-нибудь вкусненькое приготовлю открыла холодильник смотрю у меня там гречаники еще есть суп же я сварила еще оля чебуреки есть думаю не буду я ничего готовить и как засела так интересно наблюдать главное там еще все светло вам наверное плохо видно а мне вообще так здорово видно вот то облако вот и сразу чернота не хочет показывать вталь и причем это все быстро так меняется солнечно еще ну на улице видимо тепло не знаю я постирала свой новый комплект не спрашивают ну что все это для себя да я полностью обновляя свое постельное белье у меня три комплекта один комплект будет для гостей когда кости будут приезжать ко мне же дети иногда приезжают да иногда кумушка там в редких случаях но остается мало ли кто еще может ко мне приехать а два комплекта это мои которые на сменку будут ну то есть один снимаем стирку кладу другой радуга радуга дуга я не знаю видно вам или нет радуга вот надо же какое я засекла явление не знаю видно вам или нет вот так вот какая большая красивая радуга вот еще если будет возможность еще один комплект надо будет взять вот такая радуга дуга я вообще не вижу что там снимается у меня все отсвечивает даже не думала не гадала что такую красоту засниму вот так вот красота красивая в этом природе столько разных природных явлений необъяснимых вот откуда с чего вот так вот ни с того ни с сего она взяла и появилась да мне говорят что вы там снимаете постоянно эти облака и т.д. и т.п. некоторые люди которые не понимают прекрасное такое говорят а я снимаю представляете через какое то время я загляну посмотрю а там и представляете там похоже радуга большая а внизу еще маленькая вот так вот я вообще не могу как будто мне пять лет так вот по поводу постельного белья еще надо будет один комплект взять потому что лето сейчас начнется и в связи с тем что у меня пятый пятиэтажки ну как быть я потею простите за такие подробности да я стараюсь чаще менять постельное белье и знаете гонять машинку из одного комплекта не хочется поэтому я обычно два три собираю и стираю потому что летом у меня используется только простыни вот так вот с этой стороны похоже сейчас уйдет радуга а с этой стороны прям четко видно прям на фоне вот это скрипучая такая машина все тут уже все сходит там не видно практически а здесь еще такая и там облако опять же не знаю из-за дерева видно вам или нет прямо красное облако рядом с радугой вот так вот ну вот и вы вместе со мной понаблюдали ее быстро все пронеслось с этой стороны уже солнышко вот так у меня видите все здесь в каком виде это пряжа от Танюши лежит здесь у меня моя прялка прикручена а почему я расскажу немножко попозже а сейчас хочу еще раз немножко рассказать а то некий прибой потому что вчера я показывала и мне начали задавать очередные вопросы значит меня попросили рассказать как я обвязывала горловину значит смотрите я делала наборный край вот такими колечками да и если брать вот я же вязала вот таким образом да крючком то есть у меня вот здесь воздушные петли пошли и сюда я пошла вязать вниз да и все полностью вязала вот таким вот образом а когда полностью все связала и обвязку стала делать я взяла крючок меньшего размера то есть у меня здесь был крючок тройка что то с резкостью у меня сегодня и под эту цепочку да которая у меня осталась сюда я провязывала 4 столбика а сюда провязывала уже 3 столбика и как уже сказала крючком 2,5 или я не говорила номер но меньшим крючком 2,5 я здесь у меня тройка здесь 2,5 и вот смотрите под каждую цепочку я провязала по 3 столбика ну и затем когда сделала полностью обвязку провязала рачьим шагом то есть как бы рачий шаг очень много есть мастер-классов по его вязанию да прям поисковик на ютубе вбивайте и вам выскочит например вяжем рачий шаг или вяжем рачьим шагом или просто рачий шаг вот такая у меня обвязка значит что у меня по поводу рукава я конечно покажу я сейчас хочу забросить стирку да ее но что я сделала я же вчера показывала что у меня расширялось мое полотно да в районе рукава ну я все исправила значит каким образом я исправляла точно так же путем подгона вот у меня здесь первый раз я провязывала под каждую вот под каждое расстояние между столбиками я делала цепочку в этом же случае уже когда повторно я то все распустила я в каждый четвертый столбик вершинку каждого четвертого столбика провязала арочку и у меня как нельзя лучше все сошлось так если мне не изменяет память так 18 и 6 24 24 у меня рапорта получилось рапорта вот и я провязала один рукав и провязала второй рукав у меня рукава как раз до локтя можно сказать что локоть не прикрывает но закрывает все эти проблемные части которые как бы желательно прикрыть в общем-то и не жарко и в то же время все смотрится эстетично скажем так ну и здесь я опять же закрыла видите под цепочку по три столбика здесь не стала рачьим шагом обвязывать знаете по той причине что я боялась что у меня не хватит ниточек вы видите я полосочками вязала так чтобы у меня рукава совпадали в некоторых местах конечно есть тут чуть-чуть темнее но тем не менее все равно но как бы я учла те моменты что практически одинаковые рукава практически рукава одинаковые по цвету вот отматывала потому что ну в общем подгоняла насколько это было возможно значит сколько я на нее потратила пряжи на это на эту тунику у меня ушло 424 грамма и осталось у меня 324 326 грамм теперь вам понятно по какой причине у меня прялка то есть все то что у меня я отматывала от мотков моей пряжи я перемотала причем перематывала как у меня в начале верхние клубочки были я моточки показывала они начинались с черной пряжи я в начале пряжу черную перемотала внутрь чем бы дитя не тешилось так и я то есть у меня в начале моток был черная была здесь я такая сижу и думаю ага а как же я буду вязать потому что вязать же удобнее когда ниточка идет со серединочки да вот я давай сидеть и перематывать в обратную то есть я перемотала так чтобы мне можно было начать вязать более того я уже немножко начала вязать что это у меня будет я естественно связала уже образец который я распустила сделала расчеты и буду вязать топ триста двадцать шесть грамм я думаю что достаточно на топ ну или на кофточку будет кофточка простой кокеткой не на себя я на дочь такой базовый топ с коротенькими рукавами самой простой кокеткой лицевой гладью ничего не буду делать просто напросто хочу вот эту пряжу из вязать и так как она очень хорошая ну в смысле того что я так думаю что из нее и вязать будет очень хорошо и носиться она будет хорошо она мягенькая приятная на ощупь и я думаю что топик будет самото для моей дочери вот связала себе получается тунику а дочери свяжу топ значит тоже как я перематывала у меня же было три мотка и четвертый моток там еще все что было и не было и я все это собирала кучу видите у меня довольно таки симпатичная перемотка по цвету так как она должна гармонировать вот соединяла там в тех местах то есть пряжа flowers она состоит вот этот вот каждая ниточка соединяется когда переходы идут таким маленьким узелочком и я когда мотала я вот так вот специально пропускала между пальцами для того чтобы этот узелочек почувствовать да и как узелочек чувствовала обрезала брала со следующего моточка в общем так вот перематывала потратила на это наверное часа два если не больше вот куда убивается время да но тем не менее я довольна своим результатом потому что в общем то для того чтобы получилось все нормально надо приложить какие-то усилия и когда в конечном результате все получается то эти усилия не проходят даром скажем так а значит что еще хочу сказать раз я перематывала эту пряжу то я сейчас хочу перемотать вот пряжу то что прислала мне Татьяна чтобы она у меня уже была готова к употреблению скажем так ну и для того чтобы убрать ее и прялку тоже убрать в общем вот такими делами я занимаюсь сегодня еще поступил свеженький вопросик по туники значит дорогие мои я не знаю ведь я рассказывала в видео и не в одном как я вязала кокетку значит если вы не хотите чтобы у вас кокетка была как скатерть да связана а была вот постепенное у вас прибавление было вам по-любому придется высчитывать с прибавки то есть вот вот этих рядах вам нужно будет не по схеме вязать вы идете по легкому пути если вы хотите чтобы у вас было красивое изделие чтобы у вас посадка была хорошая чтобы у вас вот тут не были крылья ангела значит вам нужно прибавки рассчитывать так как мы дамы курпулентные это на девочек на молоденьких которых 42-44 размер да там без проблем связали 2-3 раппорта в высоту все нормально а вот для нас девушек симпатичных с большой красивой грудью да естественно нам нужна кокетка побольше то есть и здесь она должна быть побольше и здесь она должна быть побольше но если вы увеличиваете здесь тогда согласно схемы у вас увеличивается и ширина и будет ширина просто колоссальная понимаете я уже это не знаю уже который раз говорю и почему-то вот не хотят слушать не хотят хотят чтобы все это было быстро но быстро не бывает повторяюсь еще раз я связала два ряда а уже в третьем ряду здесь у нас идет вот четыре столбика а здесь у меня уже смотрите идет четыре три четыре три более того вот здесь у меня идут посмотрите где я цепляюсь вот вот как я цепляюсь то есть я делала расчеты так чтобы у меня прибавки эти шли как положено сейчас вы мне скажете а почему вы нам не рассказали свои расчеты да потому что у каждого свой 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 своя плотность вязания и вы вяжете своими крючками и я уже говорила что у каждой фирмы свои крючки и по-разному это все будет выглядеть мой крючок я не знаю вот тем крючком которым я вязала он вообще продается сейчас или нет я его купила сто лет в обед и головка моя отличается поэтому у вас совершенно другие будут здесь расчеты чем мои это раз во вторых я же ведь принцип вязания вам показывала вы должны хотя бы иногда сами делать какие-то расчеты и все остальное иначе вы вообще не научитесь самостоятельно ничего вязать конечно я понимаю что youtube такая платформа можно вязать все что хочешь с ними но дело в том что вы все равно же должны учиться самостоятельно рассчитывать самостоятельно вязать мне сегодня девушка написала вот у меня пряжа такая-то такая я вяжу две нитки сколько мне рапортов набирать вот вы представляете разве я могу знать сколько рапортов если я сама вяжу образцы постоянно я сама вяжу для себя для того чтобы рассчитать постоянно образцы поэтому не ленитесь для себя нужно вязать образцы делать расчеты я это делаю тоже регулярно делаю хоть у меня и опыт большой я допустим знаю вот там из пряжи допустим ализе ланаголд классик я уже не одну связала там вещь я примерно знаю что у меня для начала идет там к примеру 150 петель по горловине это я уже знаю даже без образца но если я начну вязать узором каким-то это к примеру этот резиночка один на один но если я начну вязать каким-то узором естественно я уже буду совсем другие ну вязать образцы да и там расчеты будут совершенно другие поэтому дорогие мои вот я вам уже говорила об этом еще раз сказала и здесь опять же мне говорит что я застряла после кокетки не пойму но я же вам давала узор которым я вязала после кокетки вы можете не вязать таким моим узором вы можете опять же выйти из положения делать расчеты и провязывать дальше вот такими ярусами это ваше право ну вот я заморочилась связала таким узором и поделилась с вами если вас он не устраивает ну можно же вообще какой-то другой узор подобрать вообще интернет он такой обширный можно там выбрать любой другой узор кокетка будет таким узором а низ будет другим так что смотрите сами вот ну и я думаю что на этом я свой влог небольшой закончу потому что я хочу завершить свои дела те которые наметила на сегодня мне еще нужно сегодня довязать рукав на моей чайке это так я как бы небольшие планы себе наметила не обязательно что я их ну как бы реализую но тем не менее я стараюсь придерживаться вот и в общем то я как всегда желаю всем здоровья хорошего настроения легких ровных петелек и прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была Ирина